Берег Братского водохранилища раннее утро. До начала учения остались минуты. Ещё раз всё проверить. Парашюты, тросы, гидрокостюмы на поле ждёт готовый к взлёту Ми-8. На заливе дежурят моторные лодки. То, что будет происходить далее, называется отработка навыков десантирования в сложных условиях. С вами понимаете, у нас местность такая, недоступная везде. И мы, как конечное звено в этой цепи спасательной операции, должны прибыть в район, куда не может добраться никакая другая техника. Выполняется десантирование, не подготовленные площадки, не налезут, а в этой точке. Команда на посадку с борта этого вертолёта спасателей и будут десантироваться двое уже в гидрокостюмах. Ветром парашют может отнести куда угодно, в том числе на реку или в озеро. На воде уже ждут, страхуют. Обоим десантникам сейчас приходится нелегко. Нужно быстро убрать купол, иначе он намокнет и потащит на дно. Прыжок выполнял с тысячи метров. Отрабатывали прыжок на воду, потому что мы работаем в такой службе, где при необходимости мы должны уметь десантироваться и на лес, и на воду, ну и в экстремальных условиях. Поэтому мы должны все навыки выполнять профессионально и очень грамотно. Всегда какое-то волнение есть, через какое-то приходится переступать. Но приходится делать, это наша обязанность, профессиональный долг. Остальные будут приземляться на специально выделенную площадку в реальных условиях. Это может быть небольшой и сравнительно безопасный участок земли. Здесь важно точно попасть. Десантирование с воздуха спасатели отрабатывают каждый месяц. Проходят у отряда и тренировки по выживанию в экстремальных условиях. Все остальное время – боевое дежурство. Спасательная группа в составе трех-четырех человек, с ними доктор, вылетали на поисковые работы обычно, находили и вертолеты, и самолеты. В основном происшествия происходят с мелкими воздушными судами. То есть такие типа Ан-2, Ми-8, что-то еще такое. Большие катастрофы, типа вот недавний Ил-76 пожарный МЧСовский, который потерпел катастрофу. Это большая редкость, но и большая трагедия. Алексей Покаянов – один из тех, кто принимал участие в поисках разбившегося Ил-76 МЧС России. Двое суток он с командой работал в предполагаемом районе катастрофы, в дыму, в условиях нулевой видимости, на страшной жаре. Когда объявляют тревогу в течение 30 минут, и группа, и экипаж прибывают на вертолет, так и случилось в этот раз. То есть командует Новосибирск, основная у них база через Иркутск. И по их указанию мы вылетели в Жигало. Там заправились, дали нам предварительное место, где пропал борт. Вылетели на это место, там плюс иркутяне, иркутская группа такая же, плюс группа МЧС. То есть самолеты, вертолеты, то есть это целая система. Небольшой перерыв и снова на борт. Вместе с задачей меняется и снаряжение. На этот раз весь отряд берет с собой гидрокостюмы, а еще специальные спусковые устройства. С их помощью будет отрабатываться десантирование на воду. Высота, на которой зависает вертолет, примерно 25 метров. Зона ответственности братских спасателей почти весь север Иркутской области. Когда где-то происходит беда, первый шаг на выручку делают эти люди. Галина Тернева, Михаил Шептун. Новости сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok